В администрации Асбеста прошло заседание по конкурсному отбору инициативных проектов на муниципальном уровне. На рассмотрении комиссии было представлено два проекта. Один об обустройстве хоккейного корта для поселка Белокаменный. Второй проект о приобретении звукового оборудования для Дворца культуры Вороний Брод, тоже поселок Белокаменный. Напомню, что инициативные проекты – это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения. Важным здесь является непосредственное участие наших жителей. Кроме того, в реализации инициатив наших жителей принимают активное участие органы государственной власти, потому что мы являемся участниками государственной программы, инициированной и поддержанной губернатором Свердловской области Куйвышевым Евгением Владимировичем, Министерством экономики и территориального развития Свердловской области. Кроме того, для реализации инициатив, как и должно быть, привлекаются средства местного бюджета. Надо отметить, что Азбест все годы со дня объявления этого конкурса принимает самое активное участие в конкурсном отборе инициативных проектов. Я могу отметить, что идеи активистов нашего города реализуются и воплощаются в жизни. Наиболее яркие проекты – это открытие контактного зоопарка на станции юных натуралистов, это благоустройство территории вблизи детской библиотеки, это приобретение соответствующего оборудования, я имею в виду сцены, для проведения праздников в поселке Белокаменный. Это открытие, я не постесняюсь этого слова, фактически нового бассейна. Это поддержка молодежной инициативы, связанной с вехтованием. Много-много разных проектов предлагают наши жители. Важно то, что в таких инициативах принимают участие сами жители городского округа. И здесь главное – услышать пожелания и инициативы жителей. За многолетний период участия в государственной программе, конечно, мы встречались с жителями. Конечно, мы видели и слышали. У меня вот последний, даже один из проектов в поселке Белокаменный – это благоустройство территории вблизи памятника. Тронуло прямо до глубины души. Почему? Потому что наши ветераны, которые стали инициаторами реализации этого проекта, организовали соответствующий сбор и своей копеечкой, я не шучу, прямо до копейки все посчитано, они вложили свою определенную часть. Я говорю, может быть, надо уходить от такой практики, все-таки система замещения должна быть. Она говорит, нет, Наталья Робертовна, мы ответственны и своим личным участием, и копейкой за то, что здесь происходит. Мы это будем лучше беречь и лучше уважать. Напомним, что финансовое обеспечение таких проектов происходит не только государственными структурами, но и самими жителями, которые стали инициаторами данного проекта. Например, финансовое обеспечение проекта поселка Белокаменный об обустройстве хоккейного корта составляет 2 млн 117 тысяч рублей, в том числе 27 тысяч – это жители, 271 тысяча рублей – юридические лица и 2 млн 418 тысяч – бюджет из Бестовского городского округа. Во втором проекте при обретении звукового оборудования для Дворца культуры «Вороний Брод», представленного на рассмотрении комиссии, финансовое обеспечение составляет 5 млн 130 тысяч рублей. Здесь жители должны внести 51 тысячу 130 рублей, юридические лица, участвующие в проекте – 513 тысяч рублей, и 4 млн 565 тысяч рублей – это средства городского бюджета, что составляет 89%. Комиссия по рассмотрению этих проектов поддержала обе инициативы жителей поселка Белокаменный. Закончил заседание по инициативным проектам, по ведению инициативных проектов, и мы очень рады, что оба наши проекта – это строительство хоккейного корта в Белокаменном, и проект замечательный «Музыка живее», о приобретении музыкальной аппаратуры для Дворца культуры «Вороний Брод», поселка Белокаменный, оба достойно были признаны победителями. Дальнейшую судьбу проектов будут определять на региональном уровне.